В эфире Абхазского телевидения, информационный выпуск Амшик Шара. Здравствуйте. 24 мая по всей Абхазии был объявлен День чистоты. И он стал действительно общереспубликанским. Уборка улиц, площадей, парков проводилась по всей стране. В большинстве своем уборку проводили сотрудники организации и учреждений, но и многие жители не остались равнодушными к призыву правительства. Особенно в столице. На уборку в Сухуми вышли коллективы министерств и ведомств, различных организаций, школьники, студенты и жители столицы. В общереспубликанском Дне чистоты принял участие президент Рауль Хаджимба. Будничное утро в Сухуми отовсюду доносятся звуки газонокосилок и бензопил. А чиновников и офисных работников можно встретить в парках, на набережной и перед госучреждениями с граблями и метлами в руках. Все они вышли на уборку родного города. Коллектив Министерства внутренних дел вышел на уборку прилегающей территории. Подметают, чистят, красят, собирают мусор и говорят, что такие акции очень полезны для города. Нам поставили задачу привести в порядок улицу Ардзенба с перекрестка Званба до перекрестка Пушкина. Помимо этого прилегающую территорию всех гор и органов, не только МВД, всех гор и органов по всей республике. Сотрудники милиции с удовольствием вышли на улицу, хотят пользу принести не только в милицейской работе, но и так тоже и городам нашим всей республике. Работа кипит и на набережной Махаджиров. Аппарат кабинета министров вышел убрать прилегающую территорию, красить бордюры и парапеты. Рядом в парке проводят обрезку пальм и кустарников сотрудники Министерства по репатриации. В соседнем парке орудуют граблями, метлами и лопатами представители Министерства финансов. А Морской берег очищают учащиеся 10-й школы под руководством учителей. Ребята уверены, такие акции не только помогают навести чистоту, но и учат бережнее относиться к своему городу. Сегодня мы с нашей школой участвовали в субботнике, мы убирали эту часть набережной. Регулярно проводятся субботники, наша школа всегда в этом участвует. Для нашей прекрасной страны это имеет очень большое значение. Чтобы она оставалась такой же прекрасной, по моему мнению, надо всегда проводить такие субботники и активно в них участвовать. На уборку площади свободы вышли сотрудники Министерства образования и науки, здравоохранения, торгово-промышленной палаты, Госкомитета по физической культуре и спорту, а также жители города. Сотрудники второй городской больницы и наркодиспансера также вышли на уборку территорий. А сотрудники Министерства труда и социального обеспечения взялись расчистить парк «Сказка», который давно вызывал у жителей много нареканий своим неухоженным видом. Еще один городской парк на набережной Диаскуров рядом с теннисными кортами убирают жители близлежащих домов. Здесь же на набережной сотрудники третьего дома управления красят парапет. Мы решили привести этот парк в порядок. Мы, между прочим, неоднократно такие вещи делаем и сами тоже выходим, чистим, убираем, подрезаем. Потому что курортный сезон начинается и самим приятно, когда все покрашено, все почищено. Чтобы украсть наш город, чтобы люди видели, радовались, чтобы деревья сохранить. Я вообще-то живу в Москве. Здесь живет моя мать, поэтому я принимаю участие с большим удовольствием. Я здесь родился, поэтому меня радует, нравится Абхазия. Инициативная группа обратилась в администрацию столицы с просьбой помочь в организации «Субботника». Поблагодарить активных граждан и проинспектировать ход работ приехал глава администрации Сухума от Гурхарази. Сам он вместе с коллективом администрации города приводил в порядок очередной участок дороги на Сухумскую гору. Больше всего отрадно то, что население все больше и больше начинает выходить. Их вклад в очищение города наиболее важен, потому что, встречаясь с ними, мы больше узнаем о проблемах города. Здесь все, кто работает, это жители близлезащих домов. Они попросили расширить спортивную площадку, засыпать там какие-то ямы, где во время дождей образовывается вода. Мы это каждый день не видим, они здесь живут, они больше видят, больше знают эти проблемы. И, естественно, это будет нас заставлять еще больше работать. И хочу их поблагодарить всех за то, что они откликнулись, что выходят на работу и болеют за свой город. В общереспубликанском дне чистоты принял участие президент Рауль Хаджимба. Глава государства вместе с сотрудниками аппарата администрации президента убирал территорию возле госдачи. Нужна каждодневная работа, чтобы работали мы каждый день. И те, кто приводят в порядок, их труд нужно тоже уважать. К сожалению, мы не всегда это понимаем. И многое из того, что можно было сделать уже давно, приходится сегодня вроде бы что-то очищать, вроде бы приводить в порядок. Но то, что мы очищаем и приводим в порядок, должно дальше быть продолжено соответствующими городскими структурами. Субботники можно организовывать, но это не означает, что одними субботниками можно решить все проблемы. В организации субботников Сухуми помогли коммунальные службы. После уборки был обеспечен вывоз собранного мусора соответствующими городскими службами. Всего на субботник в столице по подсчетам администрации вышли около тысячи человек. Было вывезено более 600 кубометров мусора. Каждый из нас любит свой город, но мы не всегда готовы проявить эту любовь заботой или как минимум бережным отношением к нему. Привести в порядок территорию возле своего дома не так сложно, а общую картину это изменит значительно, ведь наш город заслуживает лучшего. С самого утра в западной части столицы коллектива государственных организаций и учащихся образовательных учреждений с вениками, граблями и лопатами в руках вышли на уборку города. Сотрудники управления железной дороги Абхазии взялись привести в порядок прилегающие к предприятию территорию, а также станцию Сухумского железнодорожного вокзала. Косим траву, чистим мусор, бутылки уже убрали, здесь же магазины везде, у нас же культура на высшем уровне. Выпили, выбросили, мусорник стоит рядом, все они кидают. Вот это все и зачищаем. Вот сейчас вот бригада, которая косильщиков здесь заканчивает и переходит на станцию. От Сухумаркета до Республиканской больницы по обе стороны улицы дружно трудился коллектив государственной миграционной службы. Они очищали тротуары от сорняков, собирали бутылки, пластиковые пакеты, фантики и обертки, разбросанные вдоль улицы. Собранный мусор складывали в мешки и оставляли на дороге, чтобы затем их вывезла коммунальная служба столицы. Участники субботников один голос говорили, что они с радостью вышли на уборку родного города. Настроение у нас праздничное, я вам скажу почему, потому что наша служба практикует вообще такие субботники. Мы раз в месяц, иногда бывает, два месяца один раз прилегающую территорию сами убираем, траву косим, весь коллектив находится непосредственно на этой территории и постоянно поддерживаем порядок. То есть это для нас как бы привычно. Призываем каждого гражданина нашей страны, чтобы все подняли, все встали, чтобы взяли свои веники, взяли себя в руки и больше никогда в жизни не бросали ничего. Потому что это настроение, это чистота, это наша в первую очередь чистота каждого человека. К участию в субботнике подключились порядка ста сотрудников Черномор-Энерго Абхазии. Они взялись привести в порядок часть улицы Гумистинская от поворота на новый район до управления капитального строительства. Основная часть работы легла на мужские плечи. Они покосили парковую зону, подрезали ветки деревьев и подкрасили их стволы. Собранный мусор вывозили на спецтехнике Черномор-Энерго. Женская часть коллектива тоже не осталась в стороне. Они подметали улицы, чистили бордюры от сорняков. Город надо уже приводить в порядок, чтобы все чисто было. Скоро и сезон наступает, люди приезжают, чтобы было куда приехать и увидеть, что хорошо, чисто. Общими усилиями неравнодушных граждан большая часть территории столицы была очищена от мусора. Алика Трапш, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. В Туарчале с утра на уборку улиц, парков, дворов вышли коллективы организаций, предприятий, учащихся образовательных школ города. Люди приводили город в порядок. Сотрудники коммунальной службы Туарчала и ранее постоянно проводили мероприятия по уборке города. А сегодня к уборке подключились и горожане, обеспеченные необходимым инвентарем. Сегодня, как и по всей стране, в городе Туарчал проводится субботник по санитарной очистке города. При этом задействованы школы, жители нашего города, которые активно принимают участие по уборке в своих дворах. Школьники, вы видели, наверное, по дороге, значит, своими силами делали, возможно, невозможно, город привели в порядок. Живоправление, значит, обеспечили инвентарем, машины работают, в свое время вывозится мусор. Жители Галского района также приняли участие в Республиканском дне чистоты. Рано утром волонтеры во главе с сотрудниками районной администрации вышли на улицы, чтобы внести свой вклад в благоустройство города. Вооружившись необходимым инвентарем, люди приводили родной город в порядок. Было выполнено немало работ. Покрашены бордюры, подстрижены кустарники и газоны, подметены тротуары и пешеходные дорожки. После акции город стал еще чище. Все это благодаря сплоченной работе сотрудников администрации, учащихся школ и местных жителей. Практически все организации и учреждения Гудауты приняли участие в уборке города. Районная администрация обеспечила людей необходимым инвентарем. В городе проводились в порядок парки, улицы и площади, прибрежная часть. Весь собранный мусор вывозился по всему городу. Особенно радует тот факт, что в уборке активно участие приняли учащиеся практически всех школ города. Сотни жителей Гагры вышли на уборку родного города. Здесь и сотрудники районной администрации, милиции, городских учреждений, больниц, много школьников. Приводились в порядок парки, гордость Гагры, тротуары, улицы, площади, набережная. За лопаты и грабли взялись и чиновники, и жители, стремясь очистить любимый город от мусора в преддверии курортного сезона. К другим темам. Реализация российско-грузинского соглашения между правительством России и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами от 9 ноября 2011 года никоим образом не ущемляет права Абхазии. Об этом заявил посол России в республике Алексей Двинянин на встрече с руководителями СМИ и информагентств Абхазии. Официальное заявление представительства Российской Федерации в нашей стране последовало после того, как в обществе и средствах массовой информации стала активно обсуждаться тема российско-грузинских контактов по данному вопросу. Никаких оснований для беспокойства граждан республики Абхазия нет, заявил чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин. Хочу ответственно заявить, что не вижу абсолютно никаких оснований для беспокойства граждан республики Абхазия. Во-первых, соглашение никоим образом не ущемляет национальные интересы независимой республики Абхазия. Таможенные терминалы, в которых, как предполагается, будут находиться швейцарские наблюдатели, расположены строго на территориях России и Грузии. Применительно к государственным границам республики Абхазия – это район Адлера с российской стороны и Зугдитского района с грузинской стороны. Понятно, что въезд на абхазскую территорию им запрещен. Во-вторых, что касается обязательств России по членству во Всемирной торговой организации – ВТО. Данные таможенных деклараций и другая информация, которую швейцарская компания будет получать в рамках упомянутого контракта, являются строго конфиденциальными и не предназначены для передачи грузинской стороне. Соглашение не предусматривает получения Грузии никакой информации о российско-абхазской торговле, сверхобычной статистике, которую мы и так обязаны передавать ВТО. На Республику Абхазия никаких обязательств соглашение не налагает. Далее. Меня, возможно, как нового посла России в Абхазии, честно говоря, удивили некоторые откровенно недружеские пассажи в ряде местных публикаций. К примеру, с неудовольствием говорилось о неучастии абхазской стороны в подготовке соглашения 2011 года. Извините, но по всем нормам и принципам международного права, двусторонние соглашения на то являются двусторонними, что в них участвуют только те две стороны, интересы которых затрагиваются. Разве понравилось бы народу Абхазии, если вдруг в подготовке и согласовании наших больших договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 2008 года, либо о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года участвовали грузины? Уверен, что нет. Это откровенная политизация и передергивание положений нейтрального таможенного соглашения. Я уж не говорю о попытке изобразить в случае реализации соглашения российских военнослужащих, честно стоящих на защите абхазского народа и государства от внешних угроз, некими конвоирами грузов. Не знаю, кто проплачивает подобные инсинуации, но мне, опять же, возможно, как новому человеку в вашей республике подобное читать противно. В заключение хочу сказать следующее. Вместо бесплодных попыток внести раздор в успешно развивающиеся абхазско-российские связи по всем направлениям, на прочной договорно-правовой основе наших братских и союзнических отношений, почему бы общественности и средства массовой информации страны не обратить внимание на выгодный и укрепляющий суверенитет республики Абхазия положение соглашения? Известно, к примеру, что все двусторонние соглашения носят зеркальный характер. В данном контексте это означает, что Грузия несет точно такие же обязательства по информированию Всемирной торговой организации о своей торговле с Абхазией, что и Россия. Именно в этом состоит принцип таможенного единообразия. И именно поэтому грузинский терминал будет расположен в Зугдитском районе Грузии, а не, к примеру, в Гагарском районе Абхазии, как бы нашим общим недругам этого не хотелось. Тем самым грузинская подпись под соглашением означает, что республика Абхазия имеет полное право на собственную и таможенную территорию, и таможенную границу, которая, как вам хорошо известно, одновременно для нас с вами является еще и государственной границей республики Абхазия с Грузией. То, что на сей счет пишут и говорят в Тбилиси, мне, мягко говоря, неинтересно. Да и вам не советую обращать внимание на политизированные грузинские провокации. Итабуб Асхябшразы. Сотрудники Управления внутренних дел по городу Сухом совместно с Управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики и депутатами городского собрания провели рейд с целью выявления водителей, занимающихся перевозкой пассажиров без сопроводительных и разрешительных документов, а также предупреждения о незаконности повышения тарифов за проезд. Как известно, несмотря на решение Сухомского городского собрания депутатов, владельцы автотранспортных средств берут с пассажиров по 20 рублей за проезд. Для сотрудников Управления внутренних дел сегодняшний рейд ничем не отличается от других. Водители маршрутных такси, занимающихся перевозкой пассажиров, проверяют на наличие разрешительных и сопроводительных документов. Проводятся мероприятия, направленные на изучение правоустанавливающих документов у водителей общественного транспорта, а именно это путевой лист, договор, технический годовой осмотр и водительское удостоверение соответствующей категории. Мы проводим профилактическое мероприятие, направленное на пресечение правонарушения в области дорожного движения и на изучение всех этих документов. Как оказалось, многие из водителей перевозят людей с нарушениями. У одних отсутствуют путевые листы, у других нет водительских прав с необходимой категорией. У таких нарушителей изымаются документы, а иногда и транспортное средство, которое затем отправляют на штрафстоянку. Что касается изменения тарифов за проезд, то во время рейда сотрудники УБЭПа и депутаты городского собрания предупреждали водителей маршрутных такси о незаконности увеличения цены до 20 рублей. Пока это было устное предупреждение, но у водителей, которые к нему не прислушаются, уже в ближайшие дни будут изыматься путевые листы. Сегодня в таком, как говорится, щадящем режиме будут останавливать водителей маршрутных такси, объяснять, что это нарушение. И в такой беседе мы объясняем, что это всего лишь 10 дней. Я, наверное, рано на этом говорю, но все-таки скажу, в течение 10 дней будет подорожание по топливу. В России поднялось, у нас достоверные факты. И хотя бы на уступки не идут, водители упираются, ругаемся. Но будем, как говорится, коса на камень. Посмотрим, что произойдет. Как мы убедились, некоторые водители с пониманием отнеслись к проводимому мероприятию. И тут же снимали таблички с новой ценой в 20 рублей. Другие же пытались препятствовать работе официальных органов и явно провоцировали конфликт. Учитывая, что повышение стоимости топлива неизбежно, соответственно, повысятся и тарифы за проезд. Но позже. Таким образом, владельцам автотранспортных средств надо проявить понимание и немного подождать, когда тарифы на проезд в общественном транспорте будут изменены на государственном уровне. С 16 по 21 мая в Москве прошел семинар-практикум для специалистов и представителей сферы молодежной политики. Абхазская делегация была на семинаре самой многочисленной. И вместе с коллегами из Южной Осетии, ЛНР и ДНР приняла участие в мастер-классах, известных в России экспертов и тренеров. Чем запомнился молодежный слет и с какими результатами ребята вернулись домой, расскажет Нисфа Аршба. Необходимо совершенствоваться, узнавать новое, приобретать опыт и развивать все направления молодежной политики. Так участники семинара-практикума в Москве делятся своими впечатлениями. Это не первое участие нашей молодежи в подобных проектах, но именно сейчас они получили знания и опыт, которые пригодятся в будущем. Изначально нам дали несколько направлений. Это в сфере проектирования, в сфере организации форумов, проведения форумов, мероприятий и, конечно, волонтерства. А вообще волонтерское движение в России набирает огромные обороты. Ввиду определенных обстоятельств, которые вокруг нас происходят, то есть в мире, волонтерская деятельность, она сейчас не просто приветствуется, а прям стоит впереди планеты всей, как мы любим говорить. Потому что это люди, которые искренне болеют и переживают за свой труд, за свою работу, за своих близких, за свою страну. И в Абхазии тоже это все набирает обороты. Естественно, мы также поддерживаем, как Государственный комитет по молодежной политике. Для участия в молодежном слете ребят выбирали по принципу задействованности в общественной деятельности. Также в состав группы вошли по два человека от районных комитетов по молодежной политике. Набрался целый автобус, на котором наша делегация и отправилась в столицу России. Молодежь с Абхазии периодически попадает на такого рода мероприятия. То есть это уже, если мне не изменяет память, третий такой вот, так скажем, слет, да, вот, республик, собираются все в Москве и проводят такие вот интересные занятия, тренинги. Самая большая делегация была именно наша, абхазская делегация. Представители практически всех районов были, именно в сфере молодежки, именно молодежки при администрациях города. Представители молодежной организации АПЕИПШ. Ту информацию, которую мы получили, мы, естественно, ее и будем делиться здесь, в Абхазии. И постараемся продуктивно использовать ту информацию, которую мы получили. Это мероприятие будет каждый год проходить, и мы также каждый год будем туда отправлять ребят. В течение пяти дней около ста участников из Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР обучались у федеральных экспертов и тренеров. Делиться собственным опытом по темам государственной молодежной политики, добровольчества, проектной деятельности и организации молодежных форумов. Также обсудили форумную кампанию Росмолодежи, направление работы государственной молодежной политики, особенности работы с молодежью в регионах и появление союзных молодежных организаций, перспективы их развития. Заключительный день семинара практикума по основам социального проектирования стал одним из самых ярких дней. Участников ожидали встречи с почетными гостями форума. Начальник отдела регионального взаимодействия Росмолодежи обсудил с молодыми коллегами все тонкости и особенности работы структур государственной молодежной политики в регионах, поделился статистическими данными уровня ее реализации и рассказал о системе ключевых показателей. В связи с работой моей мне не хватало, у меня был дефицит опыта в этой сфере. У меня был девиз, когда даже выдвигался на выборы, поддержка молодежных инициатив. Но так как отсутствовала у меня практика, добровольно, с радостью, с большими эмоциями поехал на этот форум. За это время я набрался опыту именно по проектированию молодежных инициатив, социальных программ. Я нашел то, что я искал. В неформальной дружественной обстановке были подведены итоги пятидневного образовательного семинара. Участники и организаторы поделились своими впечатлениями о проделанной работе и пришли к выводу о необходимости проведения подобных встреч ежегодно. В завершении мероприятия делегациям вручили сертификаты об участии в семинаре-практикуме, а также памятные фотографии. Нисфарш, Басаид Агухава, Абхазское телевидение. Всемирная банковская система не стоит на месте. Активно развиваются и банки Абхазии. Известно, что при выборе кредитного учреждения любой клиент берет в расчет такие показатели, как надежность банка, условия предоставления услуг и, конечно же, удобство управления ими. Настоящим событием и радостной вестью для клиентов одного из самых успешных банков Абхазии – Амара Банка – стал выход в свет первого банковского мобильного приложения, который значительно упростит доступ клиентов к современным финансовым сервисам. В чем преимущество мобильного приложения, выясняла Нала Ковы. Если вы клиент Амара Банка, то вам обязательно нужно скачать приложение Амара Банк Онлайн, которое доступно в Google Play и в App Store. Амара Банк Онлайн – это банк в вашем кармане. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки и 365 дней в году. Вы хотите следить за балансом вашего счета и расходами, оплачивать мобильную связь, интернет, коммунальные платежи, коммерческое телевидение, приобретать авиа и ЖД-билеты, не выходя из дома? Для клиентов Амара Банка теперь это стало возможным. При помощи первого в Абхазии банковского мобильного приложения Амара Банк Онлайн можно будет легко оплачивать мобильную стационарную связь, штрафы ГИБДД, переводить средства между вашими счетами и картами, отслеживать курсы валют, находить банкоматы вашего банка рядом с вами и многое другое. Мы активно занимаемся тем, что выстраиваем оплату услуг ЖКХ, для того, чтобы люди могли не ездить, вот как у нас там, допустим, оплата электричества в новом районе, оплата воды на старом поселке, вывоз БТО, это вообще на маяке, чтобы люди не мотались вот так по городу, мы концентрируем все вот эти услуги в одном месте и в любом гаджете можно будет проводить вот такого рода операции. Приложение Амара Банк Онлайн очень удобно в использовании. Скачать и зарегистрироваться в нем не составит большого труда. В случае каких-либо трудностей клиент может обратиться в любое отделение компании, где сотрудники-профессионалы решат возникшую проблему. Вы можете прийти в офис банка, обратиться к нам, и вам ответят на любые вопросы, вам подскажут, вам дадут логин, дадут пароль, чтобы вы могли зайти в свой личный кабинет и далее оплачивать все услуги, собственно, они представлены в нашем приложении. Вот услуги Амара Банка, вы можете выбрать любое, что вам нужно оплатить, также штрафы, аквафон, мобайл, любую сотовую связь. Также у нас есть электронные деньги, как Киви-кошелек или Яндекс. Деньги, всем этим можно пользоваться, и все вам подробно расскажут, если вы обратитесь к нам в офис. Компания Амара Банк постоянно растет и совершенствуется, осваивает новые направления, использует международный опыт, расширяет корреспондентскую сеть, разрабатывает удобные предложения по вкладам и переводам, а также открывает дополнительные офисы, развивая при этом сеть банкоматов и терминалов. Вот, допустим, у нас есть еще, значит, миграционная служба Абхазии, здравоохранение, налоги и сборы, таможенный комитет, оплата штрафов, детских садов, телефонов и так далее. Все продукты, которые есть на терминалах, они будут и на мобильном приложении тоже. Вот мы делаем сейчас интеграцию для того, чтобы все это работало синхронным образом. В этом году Амра Банк исполняется 10 лет. Банк ценит каждого клиента, поэтому работает без выходных, стремясь сделать обслуживание клиентов максимально комфортным. В Амра Банк работают только высококвалифицированные специалисты. С января 2018 года мы разделили залы на физических лиц и на юридических лиц. Это позволило нам обслуживать большее количество людей в день. Это около 500-600 людей в течение рабочего дня. Условия работы также улучшились. Клиентам тоже комфортно, когда залы стали разделены. Девиз компании Амра Банк – хорошее качество обслуживания – залог долгосрочного сотрудничества. Если вы ищете быстрое и грамотное обслуживание, вы найдете его в Амра Банк. На Алакове Роберт Ломиа, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидромедцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем плюс 23-28 градусов. Температура морской воды плюс 19 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова